Привет, друзья! Вы смотрите канал Анапчане. С вами Максим Грушко. Сегодня в Анапе 24 января 2020 года. Я нахожусь на пресечении улиц Горького и Гребенской, собираюсь прогуляться к морю. Пойдемте вместе. Сейчас в Анапе уже пятый час дня, ну или по зимним меркам вечера. Кстати, сейчас в Анапе темнеет уже немного позже, чем месяц назад и солнце заходит примерно в половине шестого вечера и с каждым днем, что радует солнечный день, световой день, все больше и больше нарастает и прибавляется, что говорит о приближении весны и, конечно же, приближении лета. Сегодня в Анапе с самого утра переменная облачность с прояснениями, то выглядывает и совсем ненадолго пригревает солнышко, то опять набегают тучи и облака. Сейчас ближе к вечеру такая вот красивая облачность на фоне синего-синего неба. Сегодня в Анапе достаточно прохладный день. С утра даже был снег и его можно было видеть не только как он выпадал, но и как он лежал на травке возле дорожки, вдоль дорожки в детском парке, по крайней мере. Вот такой вот редкий и малочисленный анапский южный снежок. Новая, самая большая арка, светящаяся в Анапе, начала работу. По вечерам она красиво светится, светится тысячами тысяч огоньков, но днем, конечно, она не так эффектно смотрится, по моему мнению. Прогноз погоды на ближайшие 10 дней обещает в Анапе дневную температуру воздуха от плюс 3 до плюс 9 градусов. Преимущественно будет пасмурная, облачная погода с кратковременными прояснениями и даже иногда будет идти дождь. Но, что сказать, обычная типичная южная зима. Если раньше в Анапе хоть изредка выпадал снег и лежал хотя бы несколько часов, то вот в эту зиму, уже получается прошедший декабрь и январь почти прошедший, снега как такового в Анапе не было, не лежал он. Да, несколько раз пытался выпадать, кружились снежинки, но до снежков, как говорится, дело не дошло. Проходим мимо аквапарка Золотой пляж. Красивая, очень красивая облачность. Наверное, возле моря все это будет еще красивее смотреться. Ну и вот за прошедшие несколько дней в Анапе носовая температура была, в основном ночью, порядка, вот минус 2 градуса было точно, может быть даже минус 3. Днем можно было видеть в Анапе замерзшие, подмерзшие лужи, что говорит тоже о минусовой температуре воздуха. В принципе заморозков в Анапе нет и пока что не прогнозируется, но все равно повышенная относительно влажность воздуха из плюсовой температуры легко может сделать в Анапе по ощущениям минусовую температуру воздуха. Вот, допустим, сейчас температура воздуха в Анапе около плюс 4 градусов, ну а по ощущениям примерно как минус 1 минус 2. Ветер с северо-восточного направления порядка 5-8 метров в секунду. Такой проницательный, холодный ветерок. Вроде бы не сказать, что сильный, но очень проницательный. И вот мы выходим к морю. Как раз на центральном пляже для северо-восточного ветра раздолье. И ощущаем сразу еще гораздо более отчетливее, чем на улицах города воздействие холодного, зимнего, южного ветерка. Восток 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 Субтитры подогнал «Симон» Ну что, море. Потому бросовало море штормами водоросли. Вместе с водорослями вы видите какие-то банки. Бутылки пластиковые. Ну, принято считать, что это мусор с кораблей. Корабли проходят и избавляются от мусора где-то там далеко в море. Выбрасывают его прямо в море. И часть этого мусора вот так вот прибивает к берегу. Ну вот, кстати, от шторма выбрасывают ракушки. Вот, многим известны рапаны. Характерные такие раковины. Также много других ракушек. Некоторые люди ходят, собирают их. Но, наверное, для разных целей. Кто какие поделки будет из них делать. Кому просто нравится, наверное, собирать ракушки. Мыть их, потом любоваться на них. Ну, в общем. Даже в такую погоду, даже при отсутствии лебедей на центральном пляже, все равно можно на центральном пляже не только гулять просто, но и еще чем-нибудь полезным, развлекательным заниматься. Ну вот, смотрите, что делается. Вот, сколько мы людей видели. Вот люди, вот люди, и вот люди. И все они выскывают красивые ракушки. А мы с вами можем еще раз поближе посмотреть на них. Заценить. Красиво так смотрится. Я, конечно, эти ракушки уже не собираю. Хотя в детстве, помню, собирал. В принципе, мне достаточно прийти вот так на центральный пляж, скажем, и посмотреть на них. Ну что? Ну что, на ракушки посмотрели? Теперь насладимся созерцанием морских просторов, морской стихии. Продолжение следует... 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 Желаю вам успехов во всех ваших добрых делах, желаю вам придерживаться здорового образа жизни, желаю вам почаще улыбаться, ведь от улыбки окружающего вас люди становятся добрее. С вами был Максим Грушко, до новых встреч из Анапы. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует...